Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 27 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа «Фрэш новости» и мы начинаем. 9 градусов и сплошная облачность ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет южного направления с порывами на 12 метров в секунду. А вот свидетелями уникальных природных явлений стали жители Гомельщины в 1948 году. Тогда температура воздуха поднялась до 16,8 градусов Цельсия. Не менее удивил 1988 год, когда температура воздуха опустилась до отметки минус 9,3 градуса Цельсия. Гомельский областной драмтеатр сегодня представит премьеру комедии «Мужчинам вход запрещен» по пьесе американской журналистки и драматурга Лоры Шейн Каннингем «Прекрасные тела». Жанр спектакля режиссер, заслуженная артистка России Ника Козоровицкая определила как женские откровения на Нью-Йоркском чердаке. По сюжету шесть подруг собираются вместе, чтобы поздравить одну из них со скорым рождением ребенка. Это шесть женщин, абсолютно не похожих друг на друга. Шесть леди, живущих в железном мужском мире, которому у них масса вопросов. Примерный показ комедии «Мужчинам вход запрещен» пройдет также завтра. 29 октября состоится телефонная линия по вопросам профилактики псориаза. На вопросы ответит главный внештатный дерматовенеролог Гомельской области Елена Баранова. Звоните с 12 до 13.00 по телефону в Гомеле 35 04 46. Псориаз – хроническое заболевание кожи, которое проявляется весьма типичными высыпаниями. Причина развития заболевания кроется в нарушении нормального развития клеток кожи. По оценкам специалистов, страдают псориазом до 3% населения Земли, а в Европе – до 5 миллионов человек, что сопоставимо с частотой ишемической болезни сердца и сахарного диабета. В группе риска люди, злоупотребляющие спиртным, курением, наркотиками, аллергики, страдающие лишним весом и люди, работающие во вредных условиях. Велика вероятность передачи по наследству в рамках Республиканского дня Псориаза. Желающие смогут пройти обучение в школе Псориаза. Занятия будут проходить в областном Кожевин-диспансере с 29 октября. Предварительная запись по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Для гомельских школьников в период осенних каникул будет действовать акция. В маршрутках можно ездить по предъявлению фликера. Об этом сообщила гомельская областная госавтоинспекция. Она проведет профилактическую акцию «Фликер вместо проездного». К слову, акция распространяется только на учащихся первых-четвертых классов и направлена на обеспечение безопасности детей и подростков в темное время суток. Молодежный чемпионат мира по шашкам 100 пройдет в гомеле с 28 октября по 3 ноября. Такое мероприятие гомель примет впервые. За места на пьедестале в течение недели будут бороться 250 спортсменов из 20 стран. Помимо состязаний для участников запланирована культурно-познавательная программа. Американские ученые прогнозируют, что в будущем люди по собственной инициативе смогут заменять конечности на протезы. Это произойдет из-за развитых высоких технологий. У человечества начнется переходный период, который заставит переосмыслить собственные ценности. Поначалу будет непросто принять тот факт, что технологии могут быть качественнее биологических рук и ног. По мнению ученых, придет новая эпоха, когда человек перевоплотится в иную сущность, сочетающую в себе смесь живого организма и машины. Ученые нашли 20 статуэток идолов, которые сделаны из дерева. Артефакты были обнаружены в погребальном комплексе в Перу. Ученые говорят, что возраст этой исторической ценности примерно 800 лет. Считается, что такие необычные артефакты – ключи для ответов по изучению древней культуры народов Южной Америки. Молодой ученый из Украины Игорь Шибко смог создать прибор, который будет помогать незрячим. Разработка оснащена ультразвуковыми датчиками, которые помогут передвигаться в пространстве. Аппарат будет следить за тем, чтобы на пути человека не возникало препятствий. Если же прибор его заметит, то подаст сигнал об этом носителю. В гуманных и экономических целях люди по всему миру постепенно начинают отказываться от мяса. Но чем заменить привычный продукт? Ученые считают, что для этого отлично подойдут орехи. Этот продукт содержит в себе большое количество витаминов, жиров и микроэлементов, необходимых организму. Было установлено, если употреблять 28 граммов орехов каждый день, показатели смертности от всех причин снизятся на 27%. Ценность орехов заключается в многообразии мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые избавляют организм от плохого холестерина и увеличивают уровень хорошего. Мессенджер WhatsApp анонсировал уникальные стикеры. В компании рассказали, что позже разработчики смогут создавать собственные стикеры и размещать их в приложении. Также компания информирует еще об одном обновлении. Теперь не нужно включать каждое новое голосовое сообщение, они будут включаться самостоятельно и воспроизводиться в нужной последовательности. В 2005 году на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была утверждена резолюция, в которой 27 октября провозглашалось Всемирным днем аудиовизуального наследия. К нему относятся фильмы, радио и телевизионные программы, аудио и видеозаписи. Массовое распространение подобных документов началось в 20 веке, а сейчас они являются одним из основных носителей первичной информации. Они помогают преодолевать языковые и культурные границы, одинаково эффективно воспринимаются на слух или визуально как грамотными, так и неграмотными людьми. Однако такие источники информации по своему характеру уязвимы. В связи с этим ЮНЕСКО взяла на себя ведущую роль в деле сохранения этих недолговечных материалов и обмена ими. Созданный в 1997 году Международный реестр «Память мира» насчитывает в настоящее время около двухсот наименований документального наследия, включая аудиовизуальные, которые имеют всемирное значение. Джозеф Глиден, американский фермер из штата Иллинойс, 27 октября 1873 года, подал заявку на патент на колючую проволоку, придав ей тот вид, в котором она используется и сегодня. Патент был выдан 24 ноября 1874 года. Это изобретение получило широкое применение и к 1880 году революционно изменило жизнь на просторах великих равнин США. Недорогие изгороди из колючей проволоки позволили фермерам, державшим скот, обходиться без ковбоев, а владельцам ранча легко защищать свои посевы от забредающих на их земле животных. Развитие животноводства в штатах благодаря этому изобретению получило значительный толчок. Колючая проволока в дальнейшем стала использоваться не только для ограждения животных, но и как ограждения против людей. Сегодня в 9.10 утра на Беларусь 4 смотрите программу «Большая стройка». Очередной выпуск расскажет о новинках в сфере строительства жилья, а также о том, что нужно знать при решении квартирного вопроса в Гомеле или Гоменском районе. Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь свежими и бодрыми, и вам обязательно улыбнется удача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова